Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и ее ведущий Валерий Седов. Сегодня в гости мы пригласили людей, которые докажут, что индивидуальный жилой дом – это вполне достижимая мечта. У нас в студии директор компании «Бизнес-системы» Сергей Перембаев и член Союза архитекторов России, член правления Рязанской организации Союза архитекторов, руководитель архитектурного бюро «Капитель» Валентин Рыбак. Здравствуйте! Сергей Анатольевич, являясь одним из руководителей строительной компании МЖК, вы строили дома преимущественно из кирпича. Сейчас применяется совсем иная технология строительства. Расскажите, с чем это связано, почему так? Время не стоит на месте, но если говорить коротко, то та технология, которую мы пришли сегодня представить с моим другом-архитектором Валентином Ильичем, она оптимальна в сочетании экология-практичность. Пожалуй, наверное, не особо много можно найти альтернатив. Может быть, даже и вообще их нет. Когда вы были руководителем строительной компании МЖК, в каких-то проектах Валентин Ильич принимал участие? Да, конечно, мы давно друг друга знаем, и есть в Рязани объекты, которые мы делали совместно. Каркасные дома для Рязани явление не новое. Но вот, Валентин Ильич, к вам этот вопрос скорее. Расскажите, в чем уникальность ваших домов? Уникальность этих домов заключается самым главным, что в этих домах соблюдены все требования, норм и правил. Самое главное требование, которое мы в этих домах предъявляем, это теплозащита. Здесь, в данном случае, соблюдены все требования нашего российского законодательства в плане теплозащиты зданий. Поскольку у нас сопротивление теплопередачи, требуемое для домов, для жилых домов, этот коэффициент составляет 3,11. Так вот, это требование мы соблюдаем, поскольку газ у нас недешевый. И у нас, учитывая то, что сейчас определенные кризисные процессы в стране, это очень для граждан хорошо. Второе требование, которое мы к этим домам предъявляем, это качество древесины. Простому обывателю непонятно, что такое качество древесины. Я немножко это развернул. Как учили мне американские строители, мне приходилось несколько раз ездить в штат Юта, в Сокловой Сити. И я изучал этот опыт, богатейший опыт. В общем-то, они эти дома строят уже сто лет. Так вот, изначально, когда я тоже не понимал качество древесины, а качество древесины первое заключается в камерной сушке этой древесины. Не естественной сушке, именно камерной. В чем она заключается, камерная сушка? Значит, вагонетка загоняется в определенный объем, который закрывается, и начинается процесс сушки. За процессом сушки следит компьютер. Для того, чтобы качество древесины было хорошее, установлены в разных точках камеры, установлены датчики. Датчики, которые следят за влажностным режимом, за температурным режимом. Соответственно, этот режим температурной влажности, он не постоянный. То есть, он соответствует той технологии, которая заложена в этой программе. Если, скажем, в одной части камеры одна температура, возможно, в другой стороне камеры другая температура. Почему? Потому что влажность древесины в разных точках определяется датчиками. Соответственно, в одной части будет другая температура, в одной – другая температура. Соответственно, включаются форсунки для газовой форсунки, и древесина равномерно высыхает. Соответственно, ее не коробит, эту древесину. И далее выходим уже на то, что древесина, когда прошла камерную сушку, она обязательно идет в строгание древесины. Значит, казалось бы, зачем? Мы же закрываем его внутрь стены. А нет. Значит, вот именно как бы, когда на распиловочной линии брус идет, то габариты бруса, они немножко пляшут на 2-3 миллиметра. И вот как раз как бы через строгленные станки мы прогоняем, и у нас брус получается уже геометрией одинаковая. И в связи с этим мы можем как бы сделать уже технологический процесс правильный. Значит, это вторая часть, а? Хотел бы вклиниться еще. Почему на сегодняшний день технология каркасного домостроения, ну если так можно выразиться, была дискредитирована? Она как раз была дискредитирована именно тем, что масса недобросовестных застройщиков очень, извините, криво подходила к процессу, начиная от проектирования и заканчивая подготовкой древесины. Что немаловажно. То есть, ну грубо говоря, просто берут сырую древесину и загоняют в конструктив. Что, естественно, не может не повлечь в дальнейших очень и очень плачевных последствиях. Ну в-третьих, я бы хотел тоже что еще сказать, что в качестве межутажных перекрытий мы применяем деревянные двутавровые балки заводского изготовления. Не брус на ребро, как обычные, значит, русские, извините, мужики делают. И в результате получается что? Скрип полов, полы, значит, деформируются и прочее. Значит, в данном случае, когда мы раскладываем, балки раскладываем, значит, по расчету, у нас генеральный конструктор участвует в этом расчете, а уже потом конструктора разрисовывает чертежи. Вот. Делается обязательно расчет конструкции. Если у нас, значит, на втором этаже находятся дзакузи или в ванной там, соответственно, эти нагрузки учтены. Немаловажный момент – это скрип полов, их нет. В узлах опирания этих двутавровых балок сделаны определенные мероприятия, что исключается скрип полов. То, что очень существенно для людей пожилого возраста. Ну и не только пожилого. И не только, в общем-то, да. Поскольку, значит, в-четвертых, значит, у нас дома, они снаружи, как зачастую, значит, облицованы, значит, кирпичом. Кирпич облицовочный крепится обязательно к силовому каркасу. Вот. Специальными кляммерами. Вот. Это достаточно непростой момент. Ну, мы, наша компания гарантирует, что даже не в течение пяти лет не произойдет отслоение, а в течение всей жизни дома отслоение этого кирпича не произойдет. Далее. Значит, изнутри здания, внутри, мы, значит, поверхность, некоторые строители умудряются облицовывать ОСП, то есть антирюрочная стручная плита, что не совсем экологично. Мы облицовываем гипсокартоном. Что нам это дает? Дает следующее. Значит, у нас степень огнестойкости для зданий деревянных, обычных деревянных пятая степень, мы выходим по практически на четвертую степень огнестойкости. А в свете того, что события недавние в Кемерово, эта актуальность все очень сильно возрастает. И учитывая то, что как бы на данный момент, учитывая этот богатейший опыт с 2008 года, я уже могу сейчас на данный момент проектировать, и идут уже разработки. В данном случае сейчас мы делаем разработку рабочего проекта многоквартирного дома для детей-сирот по области. Это очень правильно, и я считаю, что компания у нас не ставит цель получения суперприбыли, а наоборот, гражданам дать хорошие, красивые, надежные каркасные дома. Наконец-то дать. А где-то в Рязани или в регионе уже можно увидеть каркасные дома? Поскольку мы строим эти дома с 2008 года, могу сказать, что в разных местах нашей области, и не только, мы строили и в Москве дома. Там клиент более побогачий, и мы облицовывали эти дома фиброцементные панели японскими. Ждали их достаточно долго, там 4 месяца, но получились очень красивые дома, европейского уровня, и клиент, в общем, достаточно доволен. Это также мы строили в Новоселках, в Ворских, в Вырубновском районе, в Клепяковском районе, село Креуша, Агропустынь, Шиловский район, я не буду сейчас говорить, эти деревушки, Сумбулова. При строительстве обычных кирпичных домов ведущая роль отдается прорабу, он руководит застройкой и следит за строительством. А в вашей компании все иначе ведущая роль отдается архитектору. Давайте немножко об этом расскажем. Тут, наверное, я вместо Валентина Ильича расскажу, потому что это будет, наверное, более правильно. Валентин Ильич, как он уже успел заметить, но так вскользь об этом упомянул, но это, наверное, пожалуй, один из немногих архитекторов, который прошел реальное практическое обучение этой технологии и проектированию в Соединенных Штатах Америки. Именно в тех регионах, где эти дома строятся уже два столетия, и температурные режимы зимние там не менее, а может даже более жесткие, чем в России, в нашем центральном регионе. У нас в наличии имеются лицензионные программные продукты, которых практически ни у кого нет, которые позволяют до мельчайших подробностей проектировать каждый узел, каждую деталь этого дома. Есть вот такие вот образцы литературы. Это вот, например, вот эта вот книга привезена из Соединенных Штатов Валентином Ильичом, которую просто так даже в магазине не купишь, а только по удостоверению архитектора, что ты именно архитектор. Вот поэтому, кто такой архитектор? Архитектор – это главный строитель. И мы просто в своей работе хотели бы все поставить с головы на ноги, да, то есть правильно поставить. То есть архитектор должен руководить всем процессом, а не бригадир, не прораб. У нас работа строится совершенно по-другому принципу. Немножко, да, Валюч, к этому вопросу. Вот если прораб, то есть он должен заниматься, значит, делопроизводством, своим делом. Но ни в коем случае прораб не должен лезть в проектное дело, в инженерное дело. Потому что так же, как архитектор, в принципе, не должен говорить, какую опалубку делать на строеплощадке. А несмотря на то, что все дома имеют капитальный фундамент, каркасные дома – это в большинстве своем дерево. Влияют ли как-то погодные условия на процесс строительства? Повторюсь, что я, значит, то, что, значит, почему именно каменная сушка, да? Значит, каменная сушка, значит, позволяет дерево фактически сделать мертвым. И осадки в виде дождя, снега не влияют на него. То есть мы можем строить эти дома и в дождь. Значит, очень важный момент. Если это, значит, это уже мертвое дерево, соответственно, оно не гниет. Неинтересно жукам. Жук крает, он уже интерес потерял, потому что он считает это, ну, либо пластмасса, либо металл. Ваши проекты вполне можно назвать инновационными, и наверняка подход к ним такой же. Какие вот инновационные способы, методы, вот, помимо того, что вы рассказали, применяются, используются? Очень немаловажно, значит, для качества и, в том числе, для качества и быстроты, как бы, выполнения проектной документации. Архитектор и конструктор у нас работают в лицензионной программе, немецкой программе «Алплан». Она позволяет, значит, сделать 3D-модель. Значит, мы не плоскостной чертеж, он 3D. Любую часть, допустим, нам нужно убрать кирпич, мы убираем и видим скелет здания. А каков срок строительства таких домов, какая цена на эти дома? И, наверное, такой главный вопрос, в чем их отличие от кирпичных? Срок строительства, вы удивитесь, но можно уложиться в 2 месяца. То есть, фактически, за меньше, чем за сезон, человек получает готовый дом, индивидуальный, живой дом. Следующий момент, это, конечно же, цена. Она практически в 3 раза дешевле, чем заниматься традиционными технологиями строительства. Базовая стоимость от 15 тысяч рублей квадратный метр. Совершенно верно. От 15 тысяч рублей квадратный метр. А дальше уже все зависит от так называемых опций. То есть, что хочет заказчик. Такой момент про отличие основное от каркасных домов, от кирпичных домов. Значит, в чем отличие коренное, да, отличие кирпичного от каркасного? Ну, мы уже сказали, что быстровозводимость, это понятно. Второе. В данном случае, каркасное домостроение, я считаю, что это вообще для России. Панацея. Это выход из ситуации. Людям нужно жилье дешевое. Сергей Анатольевич, такой вопрос к вам. А есть ли у вас какие-то дополнительные предложения к строительству? Такие, как страхование, ипотека? Всем клиентам, которые к нам обращаются, мы готовы предложить все в одном окне, все услуги в одном окне. Это не только в данном случае постройка дома, но и сопутствующее получение ипотечного кредита. Мы работаем со всеми банками и сопутствующее оформление любых страховых продуктов. Мы работаем с ведущими страховыми компаниями. То есть, человеку, условно говоря, никуда больше ходить не нужно. Он пришел в одно место, все в одном месте оформил, за него собрали все документы, и через два месяца он пришел жить довольно счастливым в своем жилье. Добавочнее хочу сказать, что в свете нашей компании мы также можем предоставить услуги для клиента получения градостроенного плана семейного участка, получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. И получения технических условий на подключение, коммуникации. Валентин Ильич, Сергей Анатольевич, спасибо большое, что стали сегодня гостями в нашей студии. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин